Чеченский вор в законе Старой Закалки Хусейн Слепой Хусейн Слепой сегодня является значимой фигурой криминального мира. Он один из немногих среди воров в законе Старой Закалки, был принят в семью еще до того, как произошел распад Советского Союза. Биография Хусейн Сепевич Ахмадов появился на свет 6 июля 1966 года в городе Грозный. В юности попал в плохую компанию и начал заниматься хулиганством, прогуливая школу и не выполняя домашнее задание. По глупости в 14 лет совершил кражу, за что был привлечен к уголовной ответственности. Здесь он не планировал исправляться, а, напротив, постоянно нарушал порядок, поэтому пробыл в тюрьме до момента совершеннолетия. Вторая судимость Хусейну Слепому была назначена практически сразу же после освобождения. На этот раз, за совершение кражи он попал в Белый Лебедь. Здесь он постоянно отстаивал свою позицию, стал уважаемой личностью, за что и был коронован вора в законе. Прозвище Слепой получил за то, что имел врожденную патологию зрения, близорукость и слепоту одного глаза, поэтому всегда он ходил в очках. В судимости после принятия в семью законник нигде не работал и не занимался предпринимательской деятельностью. Зарабатывал деньги на жизнь только за счет криминала, преимущественно занимался воровством. В 1996-2000 году за это он был арестован на два года. Переезд в Москву после очередного освобождения Хусейн Ахмадов решил закрепиться в столице, но отчетливо понимал, что в большом городе без регистрации у него возникнут проблемы. Поэтому, чтобы избежать проблем, он заключил за деньги фиктивный брак с москвичкой, с которой после росписи практически не встречался. В столице воров в законе планировал укрепить свой авторитет и наладить связи с влиятельными представителями криминального мира. Он был арестован в 2001 году на два года, в 2006 году на один год, в 2010 году на один год и в 2012 году на десять месяцев. Законники, которые находились в окружении Хусейна Слепова уверяли, что он никогда не принимал наркотики. Их ему подбрасывали оперативники, чтобы был повод для задержания, так как к этому времени он уже стал весьма влиятельной персоной. Время от времени вор в законе приезжал в Калининград, где жила его возлюбленная с матерью, и в этом городе пытался наладить преступную деятельность. Но, вскоре ему начали угрожать местные авторитеты. Кроме того, они угрожали жизни его девушки. Последний раз он был задержан в Москве в 2017 году, но вскоре был отпущен на свободу, где находится и сегодня. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.